Громкий развод, скандалы, интриги, расследования. И сегодня мы поговорим, что шутки в сторону. Сегодня мы расскажем, кто на самом деле Юля Вебкомиссаренко. А также узнаем мнение блогеров про развод этой парочки. С вами Вреках, погнали! Все тайное становится явным, такой девиз 21 века. И правда, как бы более-менее публичные люди не хотели скрыть свое прошлое, однажды приходит день, когда все грязное белье вываливается наружу. Да еще и с примесью вранья. Итак, если кто в бронепоезде, Слава Комиссаренко – белорусский стендап-комик. Молодому человеку 38 лет, за спиной у него крепкие и не менее таинственные отношения сроком 5 лет. Но вскоре после расставания Слава встречает Юлю Ариэль, и в 2023 году они играют свадьбу. Не думаю, что для кого-то станет открытием факт того, что Юля в прошлом была вебкамщицей. И, собственно, поэтому Славик и заявил во все услышания, что с обманщицей и изменщицей ему не по пути, а если быть точнее, вот его слова. В этой ситуации ужасно все, о ней унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется, сообщил комиссаренко. Комик также подчеркнул, что не чувствует себя рассерженным, но ему грустно из-за сложившейся ситуации. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца, добавил стендапер. Итак, кто вообще такая юная красотка Юля? 12 сентября 2023 года блогер и модель Юлия Шашкова в своем аккаунте в социальных сетях опубликовали свадебные снимки, сообщив, что стала женой Славы комиссаренко. Судя по фото, церемония бракосочетания прошла в узком кругу друзей, которые собрались в одном из отелей в Турции. «Привет, мой муж!» – прокомментировала церемонию Шашкова. Сам комиссаренко тогда ничего не рассказывал о заключении брака. Судя по снимкам в блоге Шашковой, за последние месяцы пара посетила Чехию, Великобританию, Турцию, Индонезию, Италию, США и Нидерланды. В это же время в сети появились публикации, в которых предполагалось, что супруга юмориста ранее работала вебкам-моделью. Как сообщил StarHit, Шашкова в прошлом снимала откровенные ролики. В 16 лет встречалась с мужчиной гораздо старше нее, а ее мать судили по статье 228 «Незаконное производство сбыт». Портал Woman.ru со ссылкой на пластического хирурга Александра Вдовина сообщил, что Шашкова увеличивала губы и не раз делала пластику, удаляла комки биши и могла изменять форму носа. По слухам, Шашкова не ограничивалась роликами, но и выезжала на личные встречи в сауны. Но слухи – дело такое, сами думаете, верить или нет, и доброжелатели всегда найдутся. В своих соцсетях Шашкова нередко рассказывала, что в школьные годы ее травили из-за внешности. В старших классах девушка попыталась побороть свои комплексы с помощью макияжа, что впоследствии вылилось в серьезное увлечение. Кроме того, подписчики нашли страницу Юлии на Ask.fm – сеть вопросов и ответов. Там на вопрос «Какой твой любимый напиток» девушка ответила, что предпочитает водку, самбуку и многое другое. После окончания школы Юлия поступила в Запорожский национальный университет на специальность рекламы и связи с общественностью. Параллельно Шашкова подрабатывала менеджером по продажам, однако с учебой у девушки, видимо, не сложилось. Спустя два года она забрала документы из вуза и запланировала поступать в другой. В 18-19-х годах Шашкова переехала в Москву и начала активно вести блоги в нескольких соцсетях. В это же время девушка начала заниматься визажем и набрала модели через сервис объявлений. Как они познакомились? Шашкова зарабатывала деньги, продавая свои интимные фотографии, а вырученные на этом средства тратила на пластические операции. Она переехала из Киева в Москву, но после начала пандемии коронавируса вернулась на родину, где познакомилась с белорусским комиком. После выступления она подошла к Славе, якобы за автографом, и начала кокетничать. Слово за слово обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой, сказали знакомые девушки. По словам источников, Шашкова не была поклонницей стендапа, ее целью было стать девушкой-звезды. После раскрытия правды Юля долго молчала, но в итоге комментарий все-таки пришлось дать. Сначала в телеграм-канале Юлии появилась неуместная шутка, связанная с вебкамом и фамилией Комиссаренко. «Может фамилию поменять на вебкомиссаренко?» – иронизировала девушка. Говорят, что ее телеграм просто взломали. Немногим после она написала в своем телеграм-канале, что много лет назад подрабатывала вебкам-моделью, но это длилось всего несколько недель. Поэтому этот эпизод практически стерся из ее памяти. Потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их самыми потайными и забыть, сказала девушка. Юля также отметила, что у нее не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия. По ее словам, она уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой. Воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнь обычной женщины, которая хотела счастья, собак, устроила планы на будущее. И все мои потайные желания на сегодняшний день были это посидеть Антарктиду и путешествовать по Америке на машине. Но произошло то, что произошло. И значит, так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку. И на этом ставлю точку всей этой истории, написала Шашкова. Интересно, что беды в жизни Комиссаренко навалились одна на другую. Сначала его преследовали КГБ Белоруссии, потом несколько отказов в получении визы стран ближайшего зарубежья, переезд в Турцию. И вот жизнь начала налаживаться. А тут опять мимо. Кстати, многие публичные люди тоже высказались из ситуации. Многодетная мать и модель Мария Погребняк уверены, что Комик повел себя неправильно. Его пост очень странный, он зачем-то оправдывается и в то же время есть ощущение, что унижает жену. Как думаете, а прошлое разве влияет на ту любовь, которая привела пару к алтарю? И смолчала и Катя Кищук. Во-первых, она вебкамщица. И что? Второе, ты женился на ней? Женился что, спустя месяц после знакомства? У нее буквально в нике все написано. Третье, идти на поводу у дебилов, которые пишут чушь и не защитить свою женщину. Слав, надо было сказать. Да, моя жена вебкамщица, вы все на нее дрочали, а она досталась мне. Айза поддержала любовь. Читаю новости про Славу и его жену, а мне жалко ребят, любят же друг друга разженились. А тут такое. Все сразу откопали, про нее все грязное белье, надеюсь, что любовь победит. Также коллегу Комиссаренко поддержал стендап-комик Илья Соболев. Вебкам опасная тема, не занимайся лучше, иначе боженька покарает и разведешься однажды. Хотя могла как сыр в масле кататься, заявил Соболев. На тему интересного прошлого жены Славы Комиссаренко также высказал звездный психолог и блогер Вероника Степанова. Жена в проституции, Слава Комиссаренко, обнаруживший прошлой жены с душком, вероятно собирается разводиться. А зря. Необходимо лишь признаться себе в том, что бессознательно ты знал об этом, однако выбрал любить именно такую женщину. К таким драмам часто возникают более страстные чувства, нежели к хорошим девочкам. Поэтому к чему весь этот театр? Эту новость прокомментировала Ксения Бородина. Комиссаренко все-таки разводится. Наверное, вы слышали историю о том, как он женился на девушке и только во время медового месяца узнал, что она занималась вебкамом. Сначала написал об этом подробный пост, потом удалил все совместные фотки и теперь на концерте объявил о разводе. Ситуация, конечно, трэш, но зачем вся эта показуха с покаянием, высказала недоумение ведущая Дома 2. Коллега комиссаренко, комик Данила Поперечный, заявил, что тот не мог не знать о прошлой жены, поскольку даже название ее аккаунта в соцсети буквально кричит о том, чем она занималась. Наверное, на месте славы правильнее и круче было бы послать всех, потому что выглядит, будто этим отношением пришел конец, потому что хейтеры его подтолкнули. Человек не перестает быть человеком и не становится второго сорта, если продает фотографии себя голой, работает вебками или даже занимается проституцией. Это не ваше собачье дело, высказала себя Данила на своем ютуб канале. А что вы думаете об этой парочке? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также читайте много интересного в телеграм-канале в реках. Всем пока!